Сейчас мы видим давление властей на церковь. Что бы вы пожелали представителям власти Украины? Все пошло на спад. Війна, потом разрушка, потом голодовка в 1947 году, я ее памятаю. И пошло и пошло. Так что, где сейчас коммунисты? Нема коммунистов. Так что я божаю, чтобы они не чипали нас. Мы сами разберемся в своих справах. Это раз. По-друге, Бог по ругам не бывает. Вони мало что разбираются в религии и, как-то скажет, сидят в тесанях, в которых не может сидеть. Как вы относитесь к так называемому Объединительному Собору? Мы не приеднаемся до того Собора, который будет 15 грудня в Софии. Это раз. По-друге, если они сами объединяются между собой, они втратят очень много. Я с священниками говорил в Киеве с поважными людьми. И мне сказали, что... Ну, я же тоже мав разговоры с многими людьми. Они говорят, что, по-перше, это будет не патриархия, а будет экзархат по-старому. Экзархат Константинопольского патриарха в Украине. А когда уже экзархат, значит, мироговорения они не матимут. Верховного суду не матимут. Все спирные вопросы решили только Константинополь. Все назначения на кафедры будут тоже идти из Стамбула. Они програют. Они с этим не выграют. И объединения не будет. Ниже объединения не будет. Если кто-то из епископов УПЦ захочет пойти на так называемый объединительный собор, как должны относиться к этому простые верующие его епархии? Во-первых, я не советую тем парафеянам, которые его захочут принять. Потому что он, по сути, зрадник. Это будет, я думаю, наука и для тех, которые хотят перейти в иншу конфессию, не советою. Потому что люди уже не сприймут этого владыка. Он будет перебежчик. И люди не допустят до служения священной литургии. И это для него будет катастрофа. Он и не там будет, и не сам будет. И так между небом и землею. Что он захочет перейти назад, не допускать ее до порога церкви. Что делать прихожанам храма, если будут попытки захвата? Боронить храм. Боронить храм и нового священника не пускать в церковь. Оно все разрулится колись. Но на сегодняшний день, конечно, велика напруга в этом плане. И поэтому я советую, чтобы парафея активизировалась. Я побудовал за 20 лет пять споруд. И я просто так их кому-то, а тем более неканоничные церкви, я их не отдам. Дуже много телефонуют и говорят, вот это все, если на случай будет захопление, на нас можете рассчитывать. Так что мы просто так церкви не отдам. Поддерживает ли в вашем приходе идею поместной? В нашей церкви идею поместной церкви не поддерживает никто абсолютно. Потому что это фикция. Это не та церковь, которую думают мать. Я же говорю, что это будет не патриархия, а будет экзерхат. И наши будут стоять горою за нашу церковь, если будут какие-то конфликты. Каково ваше отношение к прославлению в Украине нации? Мені це нагадує 33-й рік. Дюйшленд, юбер-аляс. Ну, переводити не треба. Так це Україна над усе, це ж не та Україна. Україна складається з українців, росіян, молдаван, татар, евреев, турки, греки. Боже, у нас там больше 30 национальностей, если не под 80. Так, треба объединять людей, а не ставить, что украинцы над усе. А куди диваться росіянам, а куди дивиться євреям, куди полякам, венгарам, чехам, слабакам. Я вважаю це неграмотно. Я сам читаю Евангелие на українській мові. Це факсимільне передання було Блаженнішого Володіка Володимира. Він мені подарував його, я його читаю. Мені приємно. Але ж, візьмемо ті же ремоктоликів. Вони, здебільшого не в всіх країнах, а здебільшого по всьому світі службу ведуть на латині, а розмовляють з людьми на місцевій мові. У нас це питання ще не наздаліло, щоб переходити на українську мову, на богослужбову українську мову. А я сам про підіговорю тільки на українській мові. Де б я не был би. Розмовляю з людьми тільки на українській мові. Якщо росіяни до мене підійде, от я з ним розмовляю на російській мові. Німець підійде, я можу трошки на німецькій мові розмовляти. Грек підійде, я теж навіть трошки на грецькій мові я можу на грецькій мові щось йому сказати. Але це розмовна мова, а не службова. Службова мова, як була славянською, і хай її буде.